здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма peterson и я эдвард петер и сегодня мы с вами будем делать вот после чистки этого серебра мы начнем делать с вами фотографировать такие вот маленькие бицки на вот этой самой цепочки то есть сейчас и суда все так и протянуть к этому тоже такой заостренной полос проволочки она как бы для шампуров для шампуров другого для шампуров это вот эти домик для безумных поросяк как всегда свой любимый и сейчас сюда буду подвешивать сюда сейчас я подвешу эту ракушечку висит все прекрасно я надеюсь вам видно ну давайте сделаем первый снимок я мудрить не стал я взял тот же самый витидич не важно кто здесь будет сейчас стоять дело в том что я освещаю эти панели они автоматом должны осветить мне эту ракушку включаем включаем так ну тут стоит на полную мощь хотя я не знаю на полную мощь сделать допустим одну четвертую по крану попробуем так и сфотографируем так так чуть-чуть надо пониже опустить да наверно ну тут я тоже вас хочу следить о том чтобы вспомнить с чем я вас в принципе обучал при съемке серебра или блестящих поверхностей или блестящих поверхностей дело в том что наш глаз еще раз повторяю он воспринимает блестящим если на предмете есть три вещи черное блестяще белое и переходы переходы градация цвета скажем так да серовать белому вот что мы здесь сейчас видим практически я понимаю что сейчас мало что получится почему ну потому что мы ее просто осветим а вот эта вот моя майка да камера и так далее давать будут черные какие-то полоски там или отражения ну давайте сфотографируем я вам покажу о чем я что я имею ввиду при этом так направим сначала немножко так все таки света надо добавить там мало одна четвертая мало оставим так как свет у нас отраженный да все таки мы же один к одному еще раз и мы видим с вами абсолютно как бы невнятную такую белое белое черное в общем я не думаю что заказчик будет в восторге от этого что делать вы скажете ну можно здесь поставить допустим какой-то белый допустим даже лист прорезать в нем дырку и через него сфотографировать мне к сожалению не жалко просто белого листа вот я просто вам скажу что будет будет практически абсолютно белая поверхность то есть я могу вам это продемонстировать тем что возьмем сейчас парочку под углом сделаем сейчас вот так и вот так и то же самое можем здесь в углах это дело закрепить чем могу замужем еще и поворачивать угол и в то же время будет держаться так к сожалению не могу вас туда поставить но как это выглядит могу показать вот так это сейчас выглядит видите да такой домик с воротцами с калиточками так ну давайте теперь сфотографируем и посмотрим что получится так это то о чем я вам говорил то есть мы получили не совсем скажем так серебряную поверхность да там есть эти белые есть немножко черные но как бы переходы слабы посему я взял распечатал вот такие градиенты и сейчас я их здесь внутри закреплю не могу свои иголочки найти поэтому придется на гвоздики сажать вот сейчас я их закреплю а потом покажу как его выглядит так и еще один и еще один и сюда и сюда и сюда давайте посмотрим давайте еще раз посмотрим вот так вот так закрепил сюда вот так вот так вот так ну и вот теперь уже закроем домик с одной стороны с колестами через ворота ну и давайте попробуем теперь сфотографировать здесь непонятно что я решил сделать я решил заставить вот эти градации отразиться на от маленьком пицце ну глянем ну вот это уже ближе скажем так к делу если нас что-то не устраивает мы можем экспериментировать вот с этой градацией двигать ее вперед назад ну теперь можно было в принципе на сером так и оставить потому что все равно вырезать но я все-таки сделаю вам и себе на черном почему сейчас вырезать почему отключилась 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 вот так посмотрите то есть добавились все-таки за счет черного фона там где-то она зацепилась и более так это выпукло смотрится поэтому эту фотографию я и возьму для обработки пойдемте в фотошоп тебя не зовут я не нужен ну вот наш на черного так давайте мы сейчас сразу нет не кадрировать сами скадрируем то есть я делаю я делаю квадрат примерно вот так есть посмотрим сразу размер изображения ну еще две тысячи на две тысячи почти три тысячи замечательно я волшебными палочками пользоваться не буду потому что это потеря времени и результаты удручающих удручающие как часто бывает здесь у меня все более точно иногда ребята бывает больше времени тратишь на то что убрать огрехи от палочки чем работать сразу же чисто аккуратно так сейчас мы с вами сделаем копию под нее подложим белый фон и здесь выделить область один пиксель убираем так удалили ctrl d убираем идем дальше чуть заходите внутрь потому что черный нам на краях тоже особо не надо переход да вот черноту нет поэтому на сером было бы лучше вырезать в этом плане но черный фон он дал как-то более глубокие вот эти черные петнышки отражения мне это больше понравилось поэтому просто отходим чуть дальше да и все внутрь и практически это будет незаметно что мы на черном снимали что на сером снимали разницы нет ну как разница есть симпатичнее смотрится так китайские изделия видно что все перекошено кольца кольца отливка такая очень качественно ну нам что нам это не носить но главное так ctrl минус уменьшили соединили вот здесь вот так сказали так сказали сказали что нам нужно определить область с одним пикселем встаем правильно убираем готово сейчас я вам покажу что я имею ввиду при вот этой палочке допуск сделаем 10 убираем чужих видим вот корявые вот эти все ступенчатые вырез не нужно нам это сейчас мы это уберем я просто сделал чтобы вам показать кто не знает и будет спрашивать а почему ты тут не делаешь волшебную палочку да вот по такому то что о секунду то что переделать за этим гораздо сложнее и результат ну не хороший результат мне не нравится не составляет труда так как я хорошо владею этой техникой быстро вырезать так как мне нужно вот так выделили область отлично хорошо убрали так сделали мы видим что разный металл здесь и здесь да ну чтобы это сравнять давайте мы сначала сделаем следующее мы возьмем и скажем черно-белое да черно-белое сначала потом коррекции еще возьмем вот этот фотографический фильтр и изменим цвет на холодный фильтр и уберем его до двух вот так примерно соединяем видим что это темнеет и светлее делаем коррекцию таким образом так вот так вот так теперь это высветлилось но это как раз не страшно градацию кругляшок и вот здесь мы его раз и вот теперь у нас сравнялось хорошо сравняли посмотрели так что подработать надо надо взять черный палец не палец а вот этот инструмент затемнитель и пройтись вот по этим черным еще чтобы они как бы были потемнее вот так добавили черного немножко вот здесь далее размытия палец замена светлым уберем вот это оставим здесь черную полоску так здесь у нас все нормально поэтому сейчас мы просто возьмем светлую инструмент осветитель возьмем экспонат скажем так 20 20 процентов здесь сделаем здесь опа это много и там много достаточно будет ну вот 7 вот так вот так здесь здесь чуть-чуть здесь так вот пройти немножко так здесь я срезал волос да ну ничего мы пойдем с вами в фильтр в пластику сейчас сходим в пластику и здесь подвинем волос а здесь уберем вот так ок все отлично так же вот светлым еще можно пройтись здесь и вот тут сделаем посредине слоя возьмем инструмент и создадим тень с помощью которую я часто показываю размытие в движении так вот размыем движение здесь 0 должен быть даже много вот так окей и еще раз и еще раз применим это фильтр размытия размытия в движении теперь наоборот так и уменьшаем смещение вот до такой степени делаем непрозрочность меньше вот так подкладываем здесь и чуть раздвигаем так добавляем резкость лунная очень умная резкость так хорошо ну вот в принципе и все теперь вы можете убедиться насколько это эффективнее смотрится на черном я просто покажу ну заказчик хочет на белом на белом и получит все дорогие друзья так ну вот мы с Рексом обработали фотографию можете посмотреть это мы делали все вместе и как вы убедились в принципе решение сделать на черном фоне не было правильно хотя в общем-то не критично можно было на сервере кто-то кто как хочет кому как нравится я надеюсь дорогие друзья вам в вашей дальнейшей работе пригодится эти знания пригодится схема постройки домика поросящего со створками и что-то это принесет вашу работу нового интересного ну а я прощаюсь с вами всего доброго пока